Субтитры делал DimaTorzok Профессионалам за тебя, а они расскажут, как все есть на самом деле. Ты смотришь 10 глупых вопросов. Привет, меня зовут Алексей, я работаю официантом, стаж работы примерно 13 лет, работаю в ресторане «Биткоин». Без диплома официанта, то да. У меня два высших образования, я учился в первом ресторане, в первом университете, это технологический университет Санкт-Петербурга, нефтехимия. Второй уже Финек, это уже экономические образования по специальности менеджмент ресторанного бизнеса. Был когда студентом, соответственно, я ушел туда работать, вот, и постепенно понял то, что это мое, то, что я люблю общаться с людьми, люблю, ну, умею с ними коммуницировать, и, в принципе, мне это в кайф. Самое главное отличие официанта и такого человека, как я называю, блюдонос. Все работники, как это сказать, студенты, которые, они еще блюдоносы, а когда ты выходишь на уровень, который тебе позволяет, ну, когда ты уже понимаешь, что ты кайфуешь от этого, это твой, это не просто работа, это твое хобби больше, которое приносит тебе хорошие деньги. Ты уже понимаешь, что тут надо развиваться, и развиваешься в некоторых, в разных стезях. В основном официант — это по большей части свой психолог. За счет того, что есть такое понятие, как ресторан, с древнегреческого — это место перезагрузки. Тут у тебя и появляется момент, то, что люди приходят к тебе, ну, вот, как если ты пришел к Барбару, я вот прихожу к Барбару, он меня спрашивает, как посыщешь, я говорю, как ты видишь, ты профессионал, я пришел к тебе. Тут так же и с официантом, и с рестораном. Люди зачастую не хотят выбирать, что есть, как есть, они не знают, что такое, там, тольятто и тольятели, для них это одно и то же, и вообще, грубо говоря, плевать. И официант — это тот человек, который сокращает время, бережет время гостя, который приходит, за счет того, что он за него все делает. В плане выбора заказов, в плане подбора пейринга, в плане, не знаю, выбора десерта товарного. Чаевые, чаевые. Ну, была история, я до конца не могу вам сказать, как она там, ну, это с давних времен пошло. Чаевые на чай, и чтобы попить чайку, по-моему, как-то так она звучала, но почему не кофейные, ну, потому что, может, кофе задерживает воду. Все официанты не любят, ну, вот сейчас же появились QR-коды еще, помимо этого, я лично называю таких людей, как, ну, их много обманщики называют, а я их называю фотограф. Люди, которые, так, сейчас я вам оставлю на мой телефон, а потом такие, ты смотришь, там, обновляешь этот, нет монет, а эти они еще не приходят, он просто сфотографировал людей. Кто-то, ну, как большая компания, я плачу, я чаевые. Угу. Культура чаевых не развита в том плане то, что в среднем, если в Европе брать и там в других странах 10% уже включены, и от них уже идет процентное соотношение, раскидывается там на кухню, на бар, там, на раннеров, допустим, еще на каких-то, то у нас это нет, и у нас это как благодарность, кто-то даже милость считает, что некоторые гости приходят и думают, что вот у него есть зарплата, все. А то, что зарплата официанта составляет считанные копейки, которые в основном еще, скорее всего, уходят на штрафы, ну, зависит от человека все равно, много скупертеев достаточно. И люди, на самом деле, начали считать деньги по сравнению с, вот если брать, сколько я работаю уже, 13 лет примерно. Раньше не считали особо деньги, и когда, в то время, когда еще тусовки были по Москве, когда я был в Петербурге, все тут ездили, да, из тусовки тусовки тратили вот так. Сейчас нет, вы что, сейчас уже все достаточно, так, копейки, копейки. В основном средний процент по чаевым, по всем заведениям, ну, в принципе, во всех заведениях, которые я общаюсь со своими знакомыми, 7%. Есть несколько моментов, почему 10%. Первое, это высокий чек, когда у тебя, когда ты посидел там на 60, на 70 тысяч, ну, или на 100, ну, 10 тысяч отдавай за сервис, ты, ну, как бы, жаба же душит у некоторых людей. Либо там неправильный счет, ну, некрасивый счет, назовем его так. Это когда у тебя счет не 80, а, допустим, 78. Психологически ты думаешь, что, ага, мы на 70 посидели, я оставлю 7, но ты посидел почти на 80, ты не оставляешь 8. Также некоторые люди не оставляют, потому что большой процент от счета занимает вино. То есть вино, пришел с Амелье, продал там бутылку за, там, 30 тысяч, и поели они там еще на 15. Люди оставляют тысячу со счета непосредственно, который за еду, потому что они считают, что с Амелье, либо, ну, просто пришел, открыл вино, да, посоветовал, окей. Есть свободные игроки, я так называю их, которые могут чуть-чуть опоздать. Ну, не согласны с правилами, но делают, ну, когда работают, ну, все, на них идут люди, это как музыка, грубо говоря, в театре. Приходят иногда не просто на еду, приходят на человека поговорить в основном. У нас не голодные люди уже в стране, все приходят пообщаться, все голодные за общением. Нет людей, которые приходят просто поесть. Ну, да, есть такие, конечно, но они заходят там на 30 минут, быстро поели, ушли. А в основном все, ну, тут в основном у меня, например, люди приходят и такие, Леша, да принеси что-нибудь, давай поговорим. Я была в театре, я была там-то, давай, давай, это, это. Фициант должен быть разносторонним человеком, поддержать любой разговор, и ему самое главное должно быть это интересно. Я обожаю свою работу за счет того, что я в один вечер, я могу побывать и в театре, и в кино, и на выставке, и, грубо говоря, пообщаться с теми людьми, которых я не видел на сто лет. И узнать, что-то новое, как минимум. Либо научить чего-то новому. Ну, это двойка тебе, двойка твоему карману. И это, ну, это, он долго не проработает. Я, как бы, не, сейчас не работаю уже с такими людьми, и мало кого встречаю тех, кто не кайфует от того, что делает. Даже если тебе дают меню, просто сжат, формат там выучить. Я лично захожу, ну, там непонятные слова, продукты, еще что-то. Начинаю выбирать, выборку делать, откуда произошел, где выращивался, как он пришел в гастрономию. Я могу сейчас сказать, что мне нужно для того, чтобы выучить меню, у меня есть своя система, мне нужно выучить за, можно, за 3,5 часа. Ну, если это не сильно идет там в нововведения какие-либо, то, в принципе, ну, ладно, хорошо. Я вот прихожу в новый ресторан. Первый день мне нужно посмотреть, где что лежит, как что, как устроено все. Потом дайте мне выходной и меню в этот же день. Все, на следующий день я приду рассказать. Если у меня лежит к этому ресторану, ну, душа, помимо того, что ты должен понравиться работникам ресторана, как и управляющим, менеджерам, сотрудникам ИВТ, тебе ресторан должен еще понравиться. И это все равно не целое такое, такого рода, ты входишь в семью, и тебе эта семья тоже должна понравиться. Тут от посуды, конечно, зависит от разного заведения, но если вот стандарт брать, допустим, будем брать банкетную историю какую-нибудь, или кейтеринг, где в основном посуду привозят однотипную, еще даже бокалы из Советского Союза, которые там рифленые, которые, ой, хуй, 7 где-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да. Есть такие заведения, которые падает прибор, либо падает что-то на пол, звук происходит посторонний во время вечернего, там, дневного сервиса, и могут поставить штраф, но это свои заведения, свои правила диктуют. Я на такое не наталкивался. У меня бывали разные ситуации, когда гости, например, просили очень горячий суп, раскаляли тарелку под саламандром. Саламандр — это такая история, когда ставится блюдо, сверху подъезжает, ну, опускается такая, как это, гриль, и он корочку делает на чем-то. Вот, раскаляли тарелку, наливали такой горячий суп, а на постановочных я его несу, ставлю, и в этот момент у меня этот суп, который кипит в тарелках, выливается на пальцы. И с каменным лицом, ты просто, приятного аппетита. Была ситуация, один раз случилось, так сошлись карты, что и я, с одной стороны, виноват, и гость тоже, не подумав, это сделал. Круглый стол, я ставлю кофе всем и тянусь до другого гостя, а тут у меня поднос с молочником. Ну, молочник для кофе как раз-таки его. И я ему ставлю, получается, неудобно просто ставить было, и в этот момент гость делает вот так. Облокачивается на поднос, и весь молочником он на спину. После чего, ну, конечно, ребята были постоянными, посмеялись после этого, а потом я приношу, подхожу, они такие, а можно еще пиццу с собой заказать? Только подай, пожалуйста, мне, ну, не как обычно, а, я не буду это слово говорить, а кинь мне его в лицо, как другу, типа, на шею налил, так же мне в лицо его кинь. Понравилась твоя экспрессия. Нет, отвратительно. И вот это вот еще есть, некоторые делают. В Москве есть такое заведение, которое даже сказал, ну, как разрешало гостям вот так делать, и тут понимает официанту, что надо идти. Ну, это вообще максимально нет. Это прям, это да, дрожжи. Это прям, ну, надо научиться просто это. Изначально, да. Я могу еще рассказать, у меня есть градация официантов вообще по стилю и уровню, ну, как это сказать, по опыту. Их три. Названия пришли с советского времени, ну, как это, с совка, скажем так. Я таких не встречал, гостей зачастую, но не суть, опустим. Первое, это ты шнырь. Ты приходишь в ресторан, ты стажер, ты вообще ничего не знаешь, только вот это самое начало. Ты там пытаешься там, там узнавать что-то, это, что-то носить, да-да-да-да, я сейчас принесу. Потом, спустя годы, через два года, ты переходишь в стадию шустрила. Это когда ты уже все узнал. Ты узнал, ты уже такой, ну, прям в себе уверенный, все. И третья стадия, это самая такая обидная, в которой, наверное, и я нахожусь отчасти, это бедолага. Это когда ты уже все знаешь, ты уже просто, ну, тратишь процентов 40, наверное, своих ресурсов на работу. И этого достаточно. Это приносит отличные результаты ресторану, это приносит отличный результат тебе, как финансовый, так моральный. Все гости довольны. Но ты не можешь выбраться из этой ямы, ну, не ямы, а как бы пробить этот потолок карьерный. И есть четвертое, это самое печальное. Это я называю гавань разбитых кораблей. Это там, где ты уже под 40, у тебя двое детей, семья, и ты без блеска вообще. Там ты смотришь в глаза человека, а там пусто. Там прям беда, и ему уже не важно ничего, какие там, господи, трюфели, какие блюда, что там добавляется, отношения. Приходят просто как на завод. И вот это самое жалкое. Разный момент есть невежливости. У меня есть, например, категория моих любимых гостей. Я обожаю гостей, когда в ресторан приходит стерва. Тут я называю, начинается твой профессионализм. Когда у тебя каждый, ну, каждый стол идет один и тот же, просто заказ, заказ, заказ. А тут приходят бандам, которые со входа недовольны. Ну давай, ты уйдешь с улыбкой. И ты подходишь к ней, начинаешь прям говорить. Она тебя пытается, ну, понизит твою самооценку, настроение. А ты еще сильнее. Начинаешь улыбаться, и потом они становятся, к счастью, моими постоянными гостями. Вот сейчас я работаю в ресторане. У нас, мы работаем шестером. Наши шесть человек. Эта команда собиралась год. Мы как пазл. Мы все детальки на своем месте. Есть у одного, у всех есть свои сильные стороны, у кого-то есть, ну, и у всех свои слабые, соответственно. Когда ты работаешь в такое время, как я, уже с людьми, ты издалека со входа можешь определить, ну, я уже определяю, вот мой стол или не мой стол. Просто человек, он даже мне и слова может не сказать. Я прям, ну, вижу, во-первых, это психотип, во-вторых, там одежда, повадки, манеры. Ну, зачастую мы понимаем, кто должен к кому подойти. Хотя я тоже не сторонник этого, должен катать, ну, как официант, человек бесполый. Ты идешь, есть такая теория, то, что девочки катают мальчиков, слово катают, это обслуживают, если что. Девочки катают мальчиков, мальчики катают девочек. Тогда и по чайнику побольше получается, и, то есть, ну, больше заработок. Но я вот не сторонник этого, я такой думаю, что надо тебя ломать и как-то играть со всеми так, как ты... Это момент обучения еще своего рода. Я, наверное, просто работаю в таком сегменте, то, что достаточно воспитанные уже люди, уже как бы не особо хамоватые. Да, присутствуют там, бывают там, могут приехать там два-три человека там из дальней России, например, водочки попить. Не могу таких катать. Этим все грешили, и пусть говорят, я никогда нет, и менеджер, и управляющий, рассказывайте. Когда в начале пути, да, это прям, это как дегустация. Просто некоторые рестораны, они позволяют, ну, вот взяли с родника, бывают дегустации, там, дегустация вина, еды, пэринги. Кто-то на это опускает, в связи с этим, ну, то есть официант вообще не понимает, что он там продает. Ну, он ищет как-то моменты, как это получить. В итоге, так же как рацион, ты не всегда успеваешь поесть. У тебя, может быть, день начался в 12, а закончился в час ночи. И ты, ну, там разные перипетии могут быть на смене, и ты просто физически не можешь уйти. А по поводу этого, да, многие грешат, зачастую это происходит в момент, там, банкетов, таких, таких, ну, когда в стол, есть такие моменты, в стол ставят. Вот, я это называю, ну, я это начал называть, но я уже, уже сколько, ну, не знаю, лет 7 такой, наверное, практикой не занимаюсь, кэшбэк. Все приходили зачастую в эту профессию студентами на какое-то время. И не только на официантам, ну, на бармена приходили на пару месяцев, пока, между семестрами. Некоторых захватывает это зачастую за счет быстрых, легких денег, как они считают. Поэтому наша сфера, которую я называю профессией все-таки, она не является серьезной, как многие думают. Ой, что, официант, принеси, подай, пошел, не мешай. Приходят на два месяца, работают, и потом постепенно начинают совмещать с учебой. Кто-то, кто-то бросает учебу, ну, не из-за этого, а просто по моментам того, что зачем мне учиться, есть же деньги. А тут учеба. Ну, а что у меня учеба? Я вот уже деньги зарабатываю. Причем некоторые уже неплохие зарабатывают деньги. Ну, зависит тоже от сегмента, в котором ты работаешь. Если ты работаешь, понятное дело, в кафе, ты встречаешь всех студентов. И если ты ешь в таких заведениях, которые, ну, со средним чеком, там, тысяча-полторы, допустим. Ну, это как с офиса вышел, поесть куда-то, зашел там зачастую, да. А если ты работаешь уже в сегменте премиум, файн-дайнинг, то тогда, где средний чек уже без напитков порядка, там, 10-15, ну, может, чуть поменьше, я, может, преувеличил слегка тот, и там уже, ну, встречу студент, встречу готового профессионала, который прошел и огонь, и воду, и медные трубы. И там уже тебя будет обслуживать, ну, катать, катать дядя. Катать, с одной стороны, вот как это слово, это тоже, оно пришло катать, раскатать стол, то есть увеличить его в денежном эквиваленте, чтобы и счет был хороший, и чревые, и такой момент. Вот поэтому, наверное, и катать пошел. Это я сейчас уже начал обдумывать этот момент. У меня лично, я когда один раз зашел в заведение, объясню, не про волос, была другая ситуация. Я пришел в заведение, сел, принесли мне там картошку под сыром, что-то еще. Я начинаю, смотрю, муха. Я такой, позываю менеджер, говорю, а у меня, ну, так, так, у меня муха. Она говорит, ну, проходит время, она подходит, а вы уверены точно, что она была в блюде, а не спикировала к вам? И тут я такой, ну, интересно, а она же запечена уже. Так же и с волосом. Ну, как, кто виноват? Он может упасть, конечно, есть сам нормы, мы все их придерживаемся, но, конечно, идет сначала определение, так, экспертное мнение, че это, рыжий, не рыжий, так, у него вроде побольше, у него поменьше. Но все виноваты в этом случае. Виноват сначала повар, то, что, если это волос повара, он виноват, то, что он туда попал, а при этом же виноват официант, потому что, забирая блюдо, он не увидел этот волос, потому что, когда ты забираешь блюдо с раздачи, ты уже являешься, ну, то есть на тебя вся ответственность переходит. Но иногда бывают такие моменты, то, что можно и не увидеть. Один раз кто-то выносил салат, и туда попала фишка. Ну, просто Цезарь, допустим, гость его ест, достает, а фишка эта называется чек, который вылезает на кухню. И он его разворачивает, и там написано, Цезарь с курицей. Он такой, ну да, все правильно, вот у меня Цезарь с курицей, вот тут Цезарь с курицей. Время приготовления, какой день, все верно. Как он туда попал, неизвестно. Если брать мою профессию именно официанта, зона ответственности, ну, в принципе, минимальная. Но когда ты относишься к своему заведению с теплотой душевной, то, что это прям твой дом, максимальная зона ответственности, каждая проблема, которая может возникнуть в ресторане, если она будет не решена, это твоя, ну, это, то есть ты берешь на себя это все. Потому что сегодня он пришел, а завтра он не придет, этот гость, например. Либо он пришел вчера к одному человеку, сел, ну, к одному, один официант его начал обслуживать. А в следующий день он может к тебе прийти. Ну, или наоборот, он пришел к тебе, ты его отлично с ним поработал, все отлично, он приходит на следующий день. И недобросовестный официант, там, плохо ему, там, с пьянки, например, ну, не знаю, там, уставший. И спустя рукава его обслуживал. И все, и просто он потом не придет. Мы, как, если знаете, такая передача была в детстве, умники-умницы. И там были три дорожки. Вот мы всегда на красной. У нас нет права на ушибки. Потому что есть такой момент еще, как самое, вот что самое главное в ресторане. Для меня и для гостя, как в совокупности. То, что нельзя никогда не изменить. Это первое впечатление. Первое впечатление получается только один раз. Его не будет второй. Будет первый. Ты можешь его сгладить, можешь как-то исправить, но оно останется первым всегда только одно. Когда ты отработал 12 часов и отдавал всего себя, всю свою энергию людям для того, чтобы они, ну, просто кайфанули, ну, и тебе это самого нравится, то к концу дня, в час ночи, у тебя просто, у тебя ты, ну, выжат, как лимон. Я после работы вообще не разговариваю. Я не разговариваю до работы и после работы. Вот у меня утро, во-первых, для меня это самое отвратительное время дня, пока солнце не село. Ну, плюс я еще сам по себе сова. Ну, и родился в Мурманске, там, где полярная ночь есть. Я солнца вообще не видел. Для меня хорошо обетать. Вот, ваши стены, кстати, очень хорошо подходят вот это. Потом где-то я начинаю просыпаться днем. Это вот легкие обеды, то, которые у меня, ну, гостей мало очень в нашем ресторане, в котором я сейчас работаю в дневное время. У меня вечерняя история. И только солнце садится, ты включаешься и начинаешь просто устраивать спектакль. Бывают дни просто, ты выжимаешься настолько, что потом просто, пожалуйста, машина, все, уехал. И так каждый день. Ты каждый день вот это вот. У кого-то маски, кто-то сам по себе такой, кто-то харизму его позволяет у него. Кто-то, ну, вот надевает как раз-таки маски, чтобы с одним столом так, с другим так. Вот я просто сейчас работаю в том ресторане, в котором вся подача у стола. Все блюда. И выходит бренд-шеф в основном. Ну, это тоже все делает. Плюс некоторые блюда я уже, ну, мы сами доготавливаем. И в других ресторанах премиума я тоже работал там, где и рыбу надо разобрать такого формата. Я работал в одном ресторане, было блюдо, ну, к примеру, там, картофельное йоли, этот, подмаринованный лосось в цикле, что-то еще. И посыпался снегом из циклы, и он дымился. Вот это фирменная подача. Это то, что шеф-повар задумал и ввел. Да, конечно, по вкусу это селедка под шубой за 980 рублей, но, тем не менее, вот, фирменная подача. Есть себестоимость, есть фирменная подача. Себестоимость такая, фирменная подача позволяет стоить этому крутону 9 долларов, а обычный хлеб не может столько стоить. Тут и название может фирменной подачи быть. Правила подачи — это, в основном, то, что уже под коркой вкладывается в официантов с самого начала, которые начинают работать. Открытая рука, подходить справа, убирать тарелки слева. Сейчас, ну, честно, я могу сказать по своему опыту, я не советую другим официантам это делать, которые только в начале пути, но я эти моменты уже нивелирую. Ну, опускаю, потому что главное, как будет хорошо гостю. Тот же момент, открытая рука, теория, отличная теория, то, что ты расположен гостю, и гость видит то, что ты открыт. Для чего открытая рука? Ну, это когда ты, вот, гость сидит, ты ставишь ему вот так, а не вот так. Объясню, для чего нужна открытая рука. Чтобы, когда ты убирал свою руку, ты своим локтем не заехал ему в глаз. Все. Особенно, если брать сервис Москвы, который меня удивил, когда я переехал из Петербурга, я увидел то, что люди все в телефонах. А когда я начал с одним из гостей говорить, он на меня вот так посмотрел, такой, вы что, разговаривать умеете? И тем я понял, ну, чем отличаются две столицы, гастрономическая и Москва. В Москве очень мало людей, ну, это как бы стандарт, ну, если вернуться, стандарты, они нужны для того, чтобы не вылезать за рамки. Мало какие люди понимают вот этот квадрат, за который нельзя выходить, потому что там разрешили, ага, вот так, эту красную линию пододвинем, а посмотрим еще, что можно. Вот так можно, вот так, вот так, вот так, и потом на шее сойдется. Нет. Стандарты нужны в основном, чтобы, ну, держать коллектив в, не воспитании, а в дисциплине. Ну, сложно на 10, на 15, на 10, на 15, на зависимости от того, какой заказ. Я уже перестал это делать. Раньше я помнил 15, в принципе, столов, когда работал, 15 столов, работал на память, и помнил эти заказы еще день. То есть мне на следующий день могли позвонить, Леша, ты помнишь, что, у тебя там был стол, такой-то, такой, я такой, да, было то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Сейчас, естественно, я уже перестал этим грешить, потому что нет-нет, такие моменты там, как хлеб, лимон, еще что-то может вылететь. Один раз у меня было в самом начале работы, я 7 раз подходил к столу и спрашивал, какая вода в итоге, с газом или без газа, я забыл. Я просто не понимал, почему такое происходит, как бы состояние нормальное, или все, отлично, я подхожу на кассу, просто так, у меня что-то спрашивают, я говорю, да ё-моё, опять вылетел. Не, на память лучше не работать, всегда у тебя есть блокнот. Блокнот, он, это, ну, стандартная история, которая у тебя всегда должна, у тебя есть набор, две ручки, нарзанник, нарзанник, а, кстати, нарзанник, грубо говоря, штопор, зажигалка, блокнот, ну, у кого-то освежитель же там, может быть, такого момента, ну, в каждой компании также по-разному. Ну, блокнот, это обязательная история. Меня вот, мои же коллеги начали учить в последнее время. Бери блокнот. Да, мы знаем, ты всё запоминаешь, но бери не блокнот. Есть у меня игра такая, как с коллегами. Мне иногда скучно становится, ну, нам скучно становится, это было не в этом ресторане, в котором я работаю, а в другом. И мы такие, ну, давай посмотрим, какие мы с тобой профессионалы. Две даже есть. Первое, это заходит гость, и мы уже заранее пишем заказ. И потом, либо мы попадаем в этот заказ, ну, два условия есть, по игре, что ты думаешь, она закажет или он. Мы это записываем, и каждый к своём столу идёт. Потом смотрим, ну, и проверяем. А второй момент, то, что мы, каждый друг другу может записать ещё заказ, и ты должен это продать. И третий момент, также мы можем, ну, потому что за счёт того, что давно уже работаем, это уже вне работы, я могу, мы можем идти с коллегой, ну, с другом. Я иду, он такой, как ты думаешь, кем он работает? Просто на человека, ну, банального. И по одежде, по психотипу, по поведению ты определяешь её сферу. Развитие в плане обучения сейчас, ну, сильно идёт, честно скажу. Но когда мы учились, мы все учились сами. То есть мы сами всё узнавали. Не было никаких методичек, не было никаких тренингов. Сейчас каждая достойная группа ресторана имеет свой закрытый обучающий мир. У кого-то боты есть, у кого-то даже приложения свои есть по обучению, тренинги постоянные, дегустации, много чего. Поэтому сейчас, в принципе, легко обучиться официанту. Но если ты идёшь сюда, как бы это ни звучало, только ради денег, то ничего не получится. У меня один шеф-повар сказал, правда, про кухню так, но я это бы сказал и про зал, и про сервисы, и про барменов. Он мне сказал, Лёш, на кухне работает два вида людей. Первый – это, которые горят этим, живут и хотят что-то изменить, и кайфуют от того, что они делают. Я спросил, а второй? А второй – это дебилы. Ну, тут то же самое. От, я не знаю точно, потому что я не знаю нижний порог, сколько может от, от. Ну, не знаю, ну, 60. Ну, я смотрю периодически, как это называется, вакансии, потому что периодически своих друзей устраивал по разным заведениям. Ну, от сегмента закусочных, там, такого формата, кафе, ну, 60, наверное, где-то так. До? Толка нет. Могу сказать так, у меня самые большие чаевые, могу мои назвать, которые примерные были, 150. В основном все приходят официантами сначала работать и быстрые деньги, и, ну, что там, быстро научиться и пойти зарабатывать. Дальше ты уже сам для себя, какой-то человек, понимаешь, что тебя тянет. Ты можешь пойти и в сомелье, ты можешь пойти и в бармены, и в повара, в принципе, и в менеджмент, и в управление. Просто в зависимости от того, какой у тебя характер, и какие у тебя цели, какие у тебя интересы. Если у тебя очень хорошее обоняние, и тебе нравится вино, пожалуйста, идешь в сомелье, развиваешься в этой сфере. Если ты понимаешь, что ты управленец, то, что ты любишь контролировать все, ну, ставить все по полочкам, следить, это, пожалуйста, менеджмент. Самая, конечно, на мой вкус, самая неблагодарная работа в русском сегменте ресторана. Потом ты вырастаешь, там, до управляющего, например. Если ты кайфуешь от напитков, подбирать пэринги к блюдам, пожалуйста, бар, потом кухня, ну, сами понимаете, то, что ты умеешь готовить и любишь. Я тоже постоял на кухне, когда я поработал полгода поваром. Я понял, что я люблю готовить и умею готовить, но не в стандарт. Ну, то есть не каждый день одно и то же по правилам. Вариации различные, кладовщик, закупщик, боже, не знаю, снабжение, ну, вот, сектор снабжения, все, что угодно, все подвластно. Просто, ну, все начинаются и в сантр, а там уже ищут себя. Загадочность такого рода. Ну, то есть я просыпаюсь, я не знаю, что будет. У меня нету такого, то, что я приду и буду, ну, вот как в офис, пришел с 8 до 5 и сидеть одно и то же, допустим, делать. У меня, может быть, просто начаться день по одному, закончится по-другому. И эмоциональном плане, ну, и во всех, в принципе. Моя профессия во мне развила больше готовность и быстрое реагирование, скажем так, к необычным и нестандартным ситуациям. Потому что они могут быть, ну, начиная от того, что может случиться в ресторане, заканчивая просьбой гостя. Для меня важна команда моя, команда и коллектив. Это самое главное, что, вот, честно, где бы ни находился ресторан, вот, чтобы, какой бы внутри ресторан в плане концепции не было. Самое главное – это выстроить ту команду, которая будет работать, приносить, ну, в плане, если брать ресторан, приносить прибыль. Но в плане для меня, мне главное – комфорт, тишина и вот такой дзен. Тогда все, тогда все пойдет. Потому что есть некоторые компании, которые тебе говорят, мы набираем личности индивидуальных. А потом, когда ты уже приходишь, ты уже в компании, они тебя в эту колею засовывают, как бы ты не хотел. Если ты готов работать, терпя, ну, допустим, унижения, назовем это так, то вперед. Но свобода действия, как минимум, вот. Но не выходя за рамки приличия и норм. Ну, понятно, что вот иногда моменты, когда ты отдаешь душу и просто весь вечер, там, отработал с одним столом, а они уходят у себя в ноль, грубо говоря, или, ну, не оставляют. Ну, бывают такие моменты. Ну, это съедается, буквально все, там, час после работы, все, забылось уже. Также, с одной стороны, бесит, когда ты вроде уже откатал стол, ну, там, допустим, там, стол откатал, думаешь, сейчас все, я сейчас схожу в упорную, поем, покурю, и потом у тебя еще два садится. И все твои планы идут в одно место. А, назову это более глобально. Бесит то, что все окружающие считают, что это работа для студентов. Это не так. Это одна, ну, это, честно вам скажу, это работа, которая позволяет себе напитывать и насыщать. Каждый день ты ее развиваешь. Не только ты являешься психологом, ты являешься человеком, который еду приносит. Ты не только кормишь людей и лечишь их боли внутри, потому что зачастую такие, ну, очень много так, ну, видно и по глазам. А когда люди говорят, что, ой, фу, ты официант. Вот, вот что бесит больше всего. Ну, когда они узнают, сколько мы зарабатываем, ну, сколько ты зарабатываешь периодически. Ну, не периодически, назовем это, ну, твой, в принципе. Они такие, ну, в смысле, ты так же, как и я, такая штоп-менеджер. Я такой, ну. И еще бесит то, что я не могу провести, в принципе, ни один праздник нормально дома. Потому что, когда люди нормальные, ну, назовем их нормальными, кто работает 5-2, отдыхают в эти дни, я работаю. Ну, то есть у меня нет выхода. Я не помню, когда у меня выходной был в субботу-воскресенье. Также я не помню, когда я отдыхал там на праздниках на каких-то. У меня выходной, понедельник, вторник. Ну, я этим доволен, на самом деле, больше, чем бешусь, потому что и город пустой, и место везде есть, куда надо мне. Быть собой и не давать никогда себя, ну, сломить. И самое главное, это обучаться. Обучаться, каждый день обучаться. Всему, все, что видишь. Не просто так, то, что, а, ну, это там, кацу марцу сыр. Ну, и все. А обучаться и узнавать, что это, оказывается, сыр из Сицилии, который готовится путем, ну, не путем того, что там, чем он известен. Тем, то, что там личинки шелкопряда в нем живут, а потом он нарезается, и его там добавляют некоторые блюда. Быть открытым и желать узнавать все больше и больше. Приходите к нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова